Житель Барвихи Владимир Карабанов вместе с сыном вспоминает своих героических предков. Трое прадедушек Нила воевали. Один из них был летчиком, другой – военным инженером, проектировавшим гвардейский реактивный миномет «Катюша». Уроженец Харькова Владимир Александров мечтал стать оперным певцом, но война внесла коррективы. Он сильно хотел петь в оперном театре. У него был хороший голос, бас. И он даже поступил в консерваторию. Но потом решил, что время не для песен. И поступил в тракторный техникум. А потом весь курс тракторного перевели в ракетостроительный. Там он уже сделал следующие успехи. На торжественную церемонию передачи символов районной эстафеты «Салют победе» многие жители Барвихи пришли с портретами своих воевавших родственников. К патриотической акции здесь относятся с трепетом. Барвиха салютует праздничной программой, в которой песни военных лет, театральные постановки, стихи, танцевальные композиции. И, безусловно, передача символов нового этапа эстафеты. Это стальной нагрудник, СН-42, копия знамени победы и капсула с землей Сталинграда. Из рук главы сельского поселения Барвихинская Сергея Тиняева их принимает глава сельского поселения Успенская Владимир Горяев. Хочу от имени жителей сельского поселения Успенская сказать вам всем и вашему руководителю территории слова благодарности за то, что свято чтите память тех великих дней. Вместе с главой Успенского поселения на церемонию торжественной передачи символов эстафеты в Барвиху приехали и юнормейцы. Ребята учатся в Успенской школе, занимаются военно-патриотической деятельностью и, безусловно, уважают прошлое своей страны. Мы считаем, что очень важно хранить память о тех героях, которые отдали свою жизнь за нас, которые дали нам возможность наслаждаться мирным небом над головой. Участие в эстафете принимают и ветераны военных действий, председатель Одинцовского отделения боевого братства Николай Якушев, представитель Барвихинского совета ветеранов Павел Гореликов и ветеран Афганистана Юрий Татаринов. О трагических событиях Сталинградской битвы со сцены рассказывают детям. Постановку памфлет на тему военных событий представили юные актеры театральной студии «Орех и Ко». Надо вспоминать войну, не с улыбкой, а с грустью. Эстафета «Салют Победе» продолжается. В этом году внимание ее участников приковано к Сталинграду, ныне Волгограду, где ровно 75 лет назад советский народ одержал величайшую победу. Мария Подъепольская, Артем Ломоносов, телекомпания Одинцова.